Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост. Тема нашего сегодняшнего выпуска – съедобная резина. Мы выбрали 13 наиболее важных и интересных, на наш взгляд, вопросов по съедобке. Ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около двух минут. Родиной съедобной резины является Америка и Япония. Именно эти страны первыми около 20 лет назад начали пытаться сделать приманки для ловли баса съедобными. Сначала приманки просто сдабривали солью, затем к соли добавили аттрактанты, предназначенные для мирной рыбы. Еще позднее стали широко применяться феромоны и специально разработанные аттрактанты для хищников. Вопрос номер один. Имеет ли значение цвет съедобной резины? Съедобная резина, помимо вкуса и запаха, имеет еще и варианты расцветок. И, как ни странно, несмотря на то, что данные приманки съедобные, тем не менее цвет оказывает очень большое влияние на то, атакует рыба приманку или не атакует. Дело в том, что очень важное значение имеет мутность воды. Если мы ловим на водоеме с прозрачной водой, где рыба может очень тщательно присмотреться к деталям, то, конечно, приманки, которые имеют натуральную расцветку, а, как правило, в природе, все животные, все насекомые, они, как правило, темного цвета. Ну, по крайней мере, те, которыми можно питаться, потому что, как правило, яркие насекомые животные, они ядовитые. Поэтому, в общем-то, натуральная расцветка – это безопасная расцветка, и поэтому любой хищник ее не боится атаковать. Другой вопрос, увидит ли он ее в мутной воде, например. Поэтому, как бы, все расцветки можно разделить на провоцирующие, это вот, которые яркие, флоресцентные, кислотные, так называемые, и натуральные расцветки, которые более похожи на живые микроорганизмы. Так, оказывается, что в большинстве своем, если вода чистая, вне конкуренции работают именно натуральные расцветки. Рыба подходит на короткое расстояние, видит цвет приманки, он не вызывает у нее подозрения, она слышит запах, и когда она атакует приманку, она слышит ее вкус, и в результате случается у нас поклевка, которая приводит к удачной подсечке. Поэтому, если приманка съедобная и еще правильно попала в расцветку, то это очень и очень хорошо. Вопрос номер два. В чем различие между обычными силиконовыми приманками и съедобной резиной? Если сравнить, например, два твистера, но один будет изготовлен из обычного силикона, а другой из съедобной резины, то при условии, что данные приманки играют одинаково, на съедобный твистер поклевок и удачных засечек будет гораздо больше. Почему? Потому что хищная рыба имеет возможность подойти на запах приманки, попробовать приманку и почувствовать, что эта приманка съедобная. В результате съедобная резина оказывает гораздо больше эффект на рыбу, чем обычная приманка. Обычная приманка привлекает рыбу игрой, и когда она ее атакует, она в этот момент, когда хватает в пасть, может распознать подвох, и в результате случаются пустые поклевки. Съедобная резина, если ее рыба схватила, она, как правило, ее уже не бросает. Поэтому, в принципе, нельзя сказать однозначно, что, например, съедобная резина всегда лучше, чем обычный силикон. Потому что, если мы, например, возьмем съедобную резину пассивную, и активный силикон несъедобный, но в данный момент рыба активна, конечно, на обычный силикон с активным элементом вы поймаете рыбы больше. А если сравнивать именно более корректно, сравнивать приманки однотипные, то, естественно, всегда на съедобную приманку поклевок и результативных подсечек будет больше. Вопрос номер три. Всегда ли есть преимущество съедобной резины перед обычными силиконовыми приманками? Преимущество съедобного силикона перед несъедобным будет всегда при условии сравнивания приманок с одинаковой игрой. Поэтому, если сравнивать съедобные приманки и обычные силиконовые приманки, то у съедобных приманок будет преимущество в том, что рыба их атакует чаще, удерживает в пасте дольше и практически никогда не бросает. Кроме того, съедобные приманки можно проводить очень-очень медленно с затяжными паузами на дне и это тоже оказывает немаловажное значение на результативность ловли, потому что пассивная рыба, как правило, не гоняется за активными приманками и пассивная рыба подходит к такой приманке, которая на паузе зависла, принюхалась, заметила, что она съедобная и не спеша ее съела. Поэтому съедобные приманки в любом случае всегда имеют преимущество перед обычным силиконом. Чем ближе хищная рыба приближается к съедобной приманке, тем большее значение на нее начинает оказывать запах, вкус и натуральность. Вопрос номер 4. Почему некоторые съедобные приманки пахнут сильно, а другие почти не пахнут, но при этом тоже считаются съедобными? У меня в руках две съедобные приманки. Разница этих приманок лишь в том, что одна из них пахнет очень сильно и довольно-таки противно, а вторая еле-еле уловимый запах имеет и запах довольно-таки приятный. Тем не менее рыбу ловят очень хорошо и, как ни странно, вроде бы эта приманка пахнет слабо, но эффект съедобный очень и очень сильно проявляется. В чем тут дело? Есть приманки, которые пахнут сильно и они имитируют какие-то живые организмы и белковые элементы, то есть они пахнут естественным каким-то кормом. А есть приманки на основе феромонов. Аттрактант на основе феромонов. Так этот аттрактант, он практически для человеческого нюха, он не оказывает никакого влияния. То есть он не сильный, вроде бы слабый, но работает очень и очень хорошо. Поэтому не стоит бояться приманок, которые практически не пахнут. Кроме того, есть еще приманки, которые имеют различные варианты запахов. И чеснок, и анис. И в принципе очень важно, помимо того, что взять, подобрать съедобную приманку по цвету, еще очень важно попасть в запах и попасть в размер. Если все это совпадает, то, конечно, съедобные приманки начинают творить чудеса. Вопрос номер пять. В чем причина того, что многие съедобные приманки не имеют игровых элементов? То есть, по сути, являются пассивными приманками. Как правило, съедобные приманки не имеют активных элементов. Вроде бы странно и вроде бы кажется, что на такие приманки рыба будет реагировать хуже. Но на самом деле, за счет того, что приманки не имеют активных элементов, их можно проводить очень медленно. Рыба имеет возможность к ним подойти, принюхаться, рассмотреть и не спеша атаковать. В результате съедобные приманки очень часто делают без игровых элементов. Потому что если у нас будет, например, твистерный хвост или хвост, как у виброхвоста, то рыболов сознательно будет стремиться проводить эту приманку очень быстро. А если проводить съедобную приманку быстро, весь смысл съедобности теряется. Съедобка рассчитана на то, что рыболов ей активно работает и сам заставляет приманку шевелиться и вибрировать почти на одном месте. По этой причине съедобная резина имеет различные ножки, клешни, усики или тоненькие раздвоенные хвостики. Съедобные приманки очень часто имитируют червей, всевозможных мальков рыб без активных хвостовых элементов, раков, причем раки разных видов. Есть раки с активными твистерными хвостами, а есть раки практически без собственной игры. И все это показывает нам, что данные приманки нужно проводить медленно. И именно в этом случае они раскроют весь свой потенциал. Когда проводишь съедобные приманки медленно, то их движения лишь привлекают рыбу. А когда рыба подходит на короткое расстояние, тут в этот момент уже и включается в действие запах и вкус. И в этот момент уже, в принципе, ловит уже сама приманка. То есть рыболов своими движениями привлекает рыбу к приманке. А когда рыба попала в зону действия приманки на короткое расстояние, то начинает уже ловить сама приманка. У обычной несъедобной резины такого эффекта, естественно, нет. Вопрос номер 6. Почему съедобная резина легко рвется и быстро приходит в негодность? В состав пластика съедобной резины, помимо аттрактантов, включена соль. В результате того, что соли добавляется в пластик очень много, а определить соль можно очень просто, буквально дотронуться языком и сразу почувствуешь вкус соли. За счет того, что в мягкие пластиковые приманки добавляются внутрь именно много соли, они становятся рыхлые. С одной стороны, если такие приманки изготавливают с активными элементами, то приманка играет очень хорошо, но стоит там рыбе буквально дотронуться до хвостика, как хвостик отрывается. То есть они совсем непрочные. И непрочные в результате большого количества соли внутри пластика. Но тут двойной эффект получается. За счет того, что соль находится внутри пластика, по мере ловли рыбы микропоры в приманке, и эта соль начинает вымываться наружу, и она стимулирует рыбу. Соль является своеобразного рода активатором клева, и рыба не хуже аттрактанта слышит запах соли и вкус соли. Поэтому за счет того, что много соли в пластике, пластик, к сожалению, быстро приходит в негодность. Но тем не менее, даже если у этой приманки оторвать хвостики, вот так вот, останется только вот такая личинка, даже на нее можно продолжать ловить рыбу. Потому что, когда проводишь приманку, рыба подходит на движение, а когда она подошла к приманке, уже вступает в действие аттрактант, соль и съедобность самого пластика. Поэтому совершенно можно безболезненно ловить на всевозможные съедобные приманки, которые разорваны, порваны, буквально там кусочек от нее остался. И самое интересное, что когда ловишь на съедобную резину, очень интересно, чувствуешь поклевку, можешь даже дать маленькую слабинку лески, досчитать до пяти, сделать подсечку, крючок глубоко в пасти. И самое интересное, что есть даже такая шутка, когда мы подводим рыбу к себе, снимаем, берем ее в руки, если вовремя не достать крючок, рыба продолжает заглатывать приманку. Ну, это, конечно, шутка, но доля правды в этом, конечно, тоже есть. Вопрос номер семь. Почему дипование приманок обычными аттрактантами приносит меньший эффект, чем использование съедобки? Многие фирмы, которые серьезно занимаются изготовлением съедобной резины, держат в секрете состав аттрактанта, который входит в пластик. Самое интересное, что если взять аттрактант этой же фирмы, которая производит данные, например, приманки, то совершенно другой запах. О чем это говорит? Это говорит о том, что фирма не хочет, чтобы приманки, обычные приманки, которые смазаны аттрактантом, ловили рыбу точно так же, как съедобные приманки. Это, в принципе, можно понять. Поэтому, сколько ни пробовали рыболовы подбирать аттрактанты, которые входят в состав пластика, практически это невозможно сделать. Можно даже сказать, что используются для продажи аттрактанты менее концентрированные, менее качественные. А самое качественное, все, на что способна сегодня рыболовная промышленность при изготовлении съедобных приманок, все идет именно в съедобную резину. И это говорит о том, что, в принципе, как не старайся диповать обычные силиконовые приманки, даже самыми качественными аттрактантами, тем не менее, хорошая фирменная съедобная резина будет работать эффективнее. Вопрос номер 8. Как лучше всего ловить на съедобную резину? На съедобную резину можно ловить точно так же, как и на обычную резину. Если мы используем быструю агрессивную проводку, то рыба будет ловиться. Но сказать, что на съедобную резину при быстрой проводке рыба будет ловиться лучше, чем на обычную приманку, не скажешь силиконовую, потому что приманка движется быстро, съедобная, рыба не успевает ничего понять, и мы делаем очень быструю подсечку. Но если мы вдруг переходим на ловлю с использованием очень медленных вариантов проводки, затяжные паузы на дне, шевеление, подрагивание приманки на дне, когда она лежит и имитирует какого-то шевелящегося на дне животное, микроорганизм или насекомое, несомненно, это работает гораздо лучше. И именно в этот момент проявляется съедобность приманок. Когда проводишь съедобную приманку деликатными рывками и предельно медленно, то она играет удивительно живо и естественно. Есть маленькая хитрость. Для того, чтобы в полной мере проявилась съедобность силиконовых приманок, очень выгодно использовать спиннинги, не стандартные спиннинги-тубуляры, а спиннинги с мягкими кончиками фидерного типа, фенезы. Такие спиннинги позволяют очень-очень деликатно проводить приманку, и в тот момент, когда рыба начинает клевать, этот момент успеваешь заметить и сделать паузу. И за счет этой паузы рыба начинает заглатывать приманку, заглатывать, заглатывать, и делаешь подсечку вовремя. Если реагировать на первое движение, рыба только дотронулась до приманки, мы сразу сделали подсечку, естественно, результативность ловли резко упадет. И в результате, кстати, у ваших приманок будут очень часто отрываться хвостики, лапки, усики, все, что у них есть. Поэтому всегда на съедобную резину очень полезно делать маленькую паузу. И если пытаться использовать обычные спиннинги и реагировать на первое же движение, то есть вы почувствовали, что рыба ударила, тут же сделали жесткую подсечку, естественно, результативность съедобной резины в этом случае будет гораздо ниже, нежели мы будем использовать деликатные проводки и перед подсечкой давать паузу, чтобы рыба могла попытаться проглотить данную приманку. Микроджик, поводковые оснастки, дропшот, каролина, веки – это именно те способы ловли, в которых съедобная резина оказывается на голову выше обычных силиконовых приманок. Вопрос номер 9. Съедобные приманки всем хороши, но почему они такие дорогие и недолговечные? До последнего времени была такая ситуация, что съедобная резина, если взять одну приманку съедобную и несъедобную, то оказывалось, что съедобная приманка примерно в 10 раз дороже несъедобной. К счастью, в последнее время эта ситуация изменилась, и на сегодня даже случается ситуация, когда дешевая китайская съедобная резина оказывается даже дешевле, чем несъедобный силикон из Америки. В общем-то, если сравнивать, например, японскую съедобную резину и китайскую съедобную резину, то, конечно, японская съедобная резина будет работать лучше китайской съедобной резины, ну, процентов на 20. То есть, если японская 100% результативность, китайская где-то процентов 80. Если сравнивать, например, китайскую съедобную резину и качественный несъедобный силикон из Америки, то уже процентов 50 будет преимущество даже у китайского съедобного силикона. Поэтому на сегодня вообще фактически нет аргументов для того, чтобы отказываться от использования дешевого съедобного силикона. И дешевого, и дорогого. В принципе, чем больше вариантов запахов, чем больше вариантов игры, чем больше вариантов вообще видов съедобного силикона у вас есть, тем лучше, потому что для каждого водоема нужно подобрать свою наиболее подходящую и по запаху, и по размеру, и по цвету приманку. Вопрос номер 10. Как правильно хранить съедобные приманки после их использования? Как правило, все съедобные силиконовые приманки продаются и хранятся в специальных герметичных пакетах. Такие пакеты плотные, прочные, и они великолепно удерживают запах. Просто обалдеть. Так, самое интересное, что когда мы ловим на съедобные приманки, после того, как мы половили на съедобные приманки, что с ними делать? Ни в коем случае не надо их сразу класть в ту же коробку, в которой, например, лежат обычные силиконовые приманки, потому что из съедобной резины тоже улетучивается запах, поэтому половили на съедобную приманку, открыли пакетик, в котором она была, и в этот же пакетик положили, даже можно с крючком, с джиголовкой, никаких проблем. Закрыли заново плотненько пакетик, и за счет того, что она лежит в фирменной упаковке, остальные приманки имеют концентрированный запах, и этот запах опять передается на ту приманку, которую мы половили, она становится более яркая, более эффективная, и по этой причине, в общем-то, самый лучший вариант именно хранить в тех же фирменных пакетиках, в которых лежат и неоснащенные приманки. В принципе, ни в коем случае нельзя смешивать приманки разных производителей и класть их в один пакет, потому что у каждого производителя свой запах, своя формула аттрактанта, и не надо пытаться смешать эти аттрактанты, потому что результативность ловля от этого будет падать. Можно использовать и обычные пластиковые коробки с отдельными секциями и раскладывать чисто по секциям. В одной секции приманки одной фирмы, в другой секции приманки другой фирмы, но перемешивать их не нужно, потому что у них и цвет перемешивается, и запах, и вкус, и получается уже винегрет, по сути. Вопрос номер 11. Почему приловлено съедобную резину наибольшей эффективностью обладают лишь первые три заброса новые приманки из упаковки? Когда мы достаем съедобную приманку из упаковки и оснащаем ее крючком, то приманка имеет максимально сильный, максимально концентрированный запах и вкус. И наибольший эффект оказывают первые три заброса в точке ловли. Поэтому, когда мы приходим на новую точку, это место мы обстреливаем всегда новой приманкой. Сделали три заброса, можем дальше продолжать на эту же приманку ловить в данном месте, но если мы хотим сменить точку, как лучше всего поступать, по нашему мнению? Мы открываем опять коробочку, использованную приманку кладем в коробочку и на новом месте берем точно такую же, ну если мы конечно верим в нее, приманку, точно такую же новую. И первые три заброса делаем новой приманкой. Пока мы новой приманкой делаем три заброса, старая наша приманка в пакетике, в герметичном, опять насыщается запахами, аттрактантами и будет работать на новой точке. Поэтому вот такой круговорот приманок делать очень и очень полезно. если никогда не пробовали, попробуйте. Самые эффективные забросы съедобных приманок это самые первые три заброса. Вопрос номер 12. Что делать со старыми и покалеченными рыбой съедобными приманками? За счет того, что съедобные пластиковые приманки очень рыхлые, очень мягкие, очень нежные, они быстро приходят в негодность. Буквально несколько поклевок и приманка разорвана. Можно, конечно, продолжать ловить на покалеченную приманку, но можно такие приманки очень эффективно использовать и дальше. Если приманки с оборванными хвостиками резать на полосочки, то получаются такие съедобные червячки, которые можно очень эффективно использовать в микроджиге. Когда режешь покалеченные съедобные приманки на длинные полосочки, хорошо чувствуются кристаллы соли. При этом из силикона очень активно выделяется внутренний аттрактант. Можно также комбинировать, например, тело силиконовой приманки с поролоном. То есть мы отрезаем хвостик, который оторвали, нагреваем над свечой силиконовую приманку, приставляем к поролону и у нас получается комбинированная приманка. То есть передняя часть съедобная, задняя часть поролон. Можно сделать очень эффективную незацепляйку и эта незацепляйка будет обладать ярко выраженным съедобным эффектом. Вопрос номер 13. Какая съедобная резина на сегодня самая лучшая? Лучшие съедобные приманки это те, которые идеально подходят для ловли на данном водоеме и для ловли данной рыбы. Очень часто бывают парадоксальные ситуации, когда обычная дешевая китайская съедобная резина просто буквально рвет на части дорогой японский силикон, тоже съедобный. Почему так происходит? Просто с китайцем можно сказать попал и в размер, и в цвет, и в запах. А японская съедобка, ну не попала она по запаху, не попала по цвету и гораздо хуже. Или, например, взять ту же ситуацию, мы ловим, например, на очень качественный японский силикон, а в водоеме, например, водятся раки. И, несомненно, если использовать приманку съедобную в виде рака, то такая приманка, которая имеет и запах рака, она будет ловить гораздо лучше, чем съедобная резина, которая не имитирует рака и которая не пахнет раком. Но бывают и совсем другие ситуации. Вроде бы в водоеме есть рак, мы ставим имитацию рака, вроде бы на него должна рыба ловиться очень хорошо, а она ловится почему-то на какой-нибудь твистер, который имеет запах креветки. Почему так происходит? Непонятно. Нужно пробовать и не бояться пробовать. И только методом перебора, методом проб и ошибок можно определить лучшую съедобную приманку для данного водоема и для данной рыбы. Современный рыболов обязательно должен следить за последними тенденциями в области спиннинговых приманок. Съедобная резина прошла проверку временем и была обкатана на отечественных водоемах. Рыболову остается лишь подобрать необходимую приманку по цвету по размеру грамотно ее провести и результат не заставит себя долго ждать. С вами была программа Чертова Дюжина и мы ее ведущие Дмитрий Щербаков и Владимир Щербаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова